здорово народ с вами фига продолжаем играть в по идее 3 проходить все возможные ограбления которые есть на данный момент в игре сегодня пойдем на новую для нас карту это грязный лед как он называется в переводе и проходить будем сегодня в одиночку наверное по такому странному немножко стелса который я тут нашел именно как вариант прохождения этого контракта не с максимально кристаллу так сожалению к сожалению пока что схему на пол нут я не рассмотрел но честно скажу в стелс варианте проходить эту карту на весь лут по моему такое себе занятие это что-то на уровне как проходить но расхвозовик это тоже на полный лут и получать за это полляма когда можно пройти тот же nightclub за три минуты получить примерно столько же денег при этом у неся с собой одну там буквально две сумки в общем х есть немножко странный в плане награды за его прохождение так что я еще думаю насчет полного прохождения этого хайста так вот наш главный объектив на этой карте заключаются в принципе как и на обычной ювелирке во втором по идее это унести определенное количество ювелирки чтобы чуть-чуть пополнить свой банковский счет но сделать это на карте можно несколькими способами карта разделена на шоурум на воркшоп и также всякие там подвальные внутренние помещения в шоуруме у нас как вели наверное уже много есть ювелирки как мелкой так и крупной в виде классических сумок с цепочками часами и так далее есть вот этот воркшоп где также есть ювелирка какая-то закрыта какая-то в общем-то находится в доступе просто можно взять и какая-то видите под сигнализации находится то есть пожалуй главное нас первый объектив на этой карте это папа все-таки в подвал где у нас будет находиться система но не система нас питание сигнализации попасть это точнее выполнить можно это действие двумя способами через дверь самого здания либо же с наружной двери которые находятся слева от здания и здесь вот кодовый замок и как видите начале видео я раскидал две камеры я наконец-то дошел хоть какое-то применение в этой игре я подсмотрел два возможных кода которые могут мне подсказать какой здесь все таки пароль от этого подвала он находится либо на фотографии менеджера либо на доске с какой-то там в общем подсказка какому-то указанию это у нас на китчине это уже получается внутренняя территория этого магазина есть также 3 спавн этого кода он находится в документах менеджера либо в самом кабинете менеджеры либо вот в этом воркшопе который можно попасть только с помощью qr-кода qr-кодов на этой карте дофига самый доступный это на улице возле тачки или где стоит циви который судя посему еще потерянного кота тут какой-то перчик от потерялся по лору внутреннему да в пд3 из внутреннего росли вы не знали вот лежит там телефон на кухне и всегда один телефон рядом с городом кстати да у этого города вот в подвале и всегда красная карта обязательно берите красная карта на этой карте нужно карта на карте есть также и синяя карта которую я уже взял не помню у кого но она может быть вам пригодится может и нет это чисто для того что если вы захотите ликвидировать камеры на этой карте но скажу так здесь камер не слишком душные и в принципе если вас прокачан навык на лук хотя бы двух камер принципе этого будет вам достаточно если вы играете вдвоем то вы сможете больше количество камер наверно как-то испортить и использовать своих целях так что вы ликвидация в камерах точно отпадает тут мне какая-то случилась подлива классическая момент вышло сразу два гарда ликвидировать но вот так вот и складывать конечно же не стоит лучше и куда-нибудь припрятать первая такая сейф-зона это вот за этим столом менеджером а вторая это туалет который находится в дальней двери кабинета менеджер и там видите сразу еще такая маленькая дверка небольшой помещение там у нас находится туалет по поводу того как я ликвидировал камеры и в общем-то их отключил я расскажу в следующем отдельном видео по советам для стелса наверно или не знаю по общим советам для 3 пд чтобы ваш скилл и не знаю ваша продуктивность игры возросла во много раз вот просто не будем сегодня на это слишком много тратить времени также на этой карте есть секретный лут который открывается к раз таки красной карточкой который я взял в подвале у горда она открывает нам точнее отдает доступ вот в это небольшое хранилище которое находится вот между коридором ведущий в кухню и также воркшопом чтобы его открыть вам нужно либо два человека то есть реальных игрока один который будет нажимать кнопку точнее будут ее удерживать 2 будет карточка уже активировать сам считыватель по-другому это хранилище к сожалению не открываются либо вы можете сделать следующим разум я кстати не знал но мне подсказали скажем так это добрые люди оказывается можно взять любого гражданского который в общем-то ну все еще пока что живой вот это кстати плохо да на основности вертел будьте осторожны на этой карте также спавнится старший гард и он уходит буквально смысле по всей карте кроме по моему подвала и также заходит в этот вот воркшоп так что трупы тут старайтесь не складировать заложников прячьте за дальнюю центральную стойку чтобы он их просто визуально не видел и в общем-то будьте поосторожнее вот так как бы ситуация оказался я лучше конечно допускать не надо того что этом горюто если у вас есть под рукой гражданский вы можете его просто толкнуть сторону этой кнопки он ее будет автоматически удерживать до тех пор пока не закончится таймер удерживания и вот таким образом можно в соло попробовать эту сумку также забрать я честно говоря этого раньше не знал но вот добрые люди подсказали теперь рассказываю и вам как бы делюсь таким общим опытом но и в общем то после того как мы в общем то попали в подвал там включили питание сигналки здесь у нас воркшоп становится полностью доступной и мы можем здесь все ячейки все вот это прочие моменты залутать и унести также вы можете нести вот здесь несколькими способами первый это просто захватить определенное количество ювелирки и просто унести его с собой эти версии игры это еще старенькая где-то может быть октябрьский еще бил даже не помню честно говоря когда я записывал то прохождение давненько это было уже у меня там еще одно прохождение было записано также в запасе скажем так на крайний случай который как раз таки настал и поэтому здесь еще нету навыка на перенос сразу двух сумок там быстро упаковку от этого все и так далее здесь я играю скажем так классическую схему 2 по идее по транспортировке сумок вот вы можете принципе унести просто весь воркшоп плюс дополнительный лут кстати не знаю нужен ли дополнительный лут если мы просто хотим внести весь воркшоп всякими мелкими там украшениями и так далее но как раз таки на финальной части этого хайста и посмотрим либо у нас есть вариант следующие мы сначала захватываем центральный шоурум это надо делать без маски для этого также потребуются определенные навыки которые не вызывая подозрения у скажем так технического персонала то есть у цивилианов то есть вы можете спокойно в наглую при использовании раша лутать закрытые ячейки братьев лирку и если этого не видит камера и либо гарды никто ничего в общем то не заметите некие подозрения у вас не вызовет уносить это и скрываться этого лута также хватает чтобы пройти эту карту на базовый лут можно вот либо как я с маской без маски неважно пройти вот чисто эту карту унеся только с собой воркшоп и либо также секретный лут который открывается красным ключ картой либо можно сделать еще интересным способом на карте есть менеджер фотографию вначале я смотрел через микрокамеру когда искал код менеджер всегда также стоит возле этой фотки он здесь не меняется но кстати он уходит на основе стиверкил по моему он уходит с карты где-то через 3-4 минуты так что имейте это ввиду если вы хотите проходить карту третьим способом желательно и делать все быстро и наша задача заключается в том что нужно попасть подвал открыть сейф с вот это на документы и подойти к закрытой комнате воркшопе там вот сканер в отдельной комнате который открывается биометрическим способом помощью этого менеджера менеджер нам будет вызвать через телефон и в общем-то дотащить его до этого сканера сканер нам позволяет сканировать ювелирку что подтверждает его подлинность в том самом случае ювелирка становится дороже как бы в цене и тем самым можно ну чуть побольше заработать чем просто при обычном прохождении этого хайста на самом деле карта очень простая она напоминает ювелирку кранку классическую и поэтому больших трудностей у даже новичков я думаю она вызвать не должна так что вполне себе легкая простая карта но используя для какого-то там фарма гринда на самом деле я не рекомендую потому что здесь все-таки соотношение потраченного времени и заработанных денег скажем так позорно маленькая лучше играть тот же самый nightclub road rage либо какой-нибудь не знаю голтен шарк банк или как он там называться честно говоря что-то подзабыл так что как-то так каких-нибудь следующих промежуточных прохождения по пройдем эту карту и на полный лут и спидраном попробуем там есть соответствующие ачивки связанные с этим и покажу вам как сканируется ювелирка сканером то есть это тоже будет скорее всего в полном прохождении этой карты возможно для этого потребуется один человек но возможно я упорюсь и сделаю это все потом в соло как на станции унесу все сумки ну и да покажу лалдом как это все дело проходит обычно люди кстати сюда идут на самом деле лаудом потому что карта хоть и скажем так небольшая но на основе стиверкил она проходится относительно легко то есть тут проблем с перестрелками вас тоже возникнуть не должно она вообще спидранится на самом деле где-то минуты за 4 5 это максимум лаудом так что как то так пишите ваши вопросы впечатления об этом хайсте какие у вас будут будут проблемы истории и также вопросы по этой карте что знаю постараюсь ответить мы увидимся в кремнете и также в следующих прохождениях хайстов в пд3 всех обнял и до новых встреч пока пока а а а а